Тимофей, как спасаете деревья от весенних солнечных ожогов? Как спасаете от зазь головы, как от мошей? Не, на вас вопросы на полвебинара. Давайте придется коротко отвечать. От весенних солнечных ожогов я деревья не защищаю. Почему? Любая защита делает деревья более больными, чем если их вообще не подходит. Я в этом убедился как? У меня есть оправдание. Пускаем завод, хочется и сад иметь. Я с Украины родом. А жизнь прожил в Норильске. А сад это моя мечта, из-за этого я в Хакасию переехал. Только из-за сада. И вот тут получается что? Нет времени. Нету. Мне надо белить. Я один год белил. Я только силы извести. Я побелил. Только один год. Вот. А она тут же белил весной. Нахрен было белить, когда через месяц от пробелки ничего не осталось. Так нет. Потом уже придумали краски. Подлейшая на свете вещь. Прости меня, брат, что я опять такие словами говорю. Подлейшая вещь. Придумать краску специально, чтобы она прилипала к штамбу. И к штамбу после этого загибается количество. Вот это придумали. Значит, получается вывод. Первый отвечаю. Лучше ничем не защищать от солнечных ожогов, чем защищать. Потому что ничего, кроме того, что дерево придумало, само, защиту у нее, естественные способы защиты. Ничего лучше придумать нельзя. Только хуже. Это касается... И забейте. Я не сказал про белка. Забудьте. Я сказал покраска деревьев. Страшная, смертельная вещь. Следующая. Защита от зайцев. У меня есть опыт. Он немножко негуманный. На меня порадовало то, что никогда не хватало денег. Мне приходилось удержать стержа того же бича на острове. Пока был этот самый. Пока был сад на острове. Вот. И зайцы. А рядом тайга. Прям рядом нескольких метров от ограды. Оттуда пошли зайцы. Только выпадает первый снег. Он такой обязательно. Ну вот он такой. И зайцы пробивают тропы и едят деревья. Да, едят. Но дело в том, что их очень легко на этих тропах ставить петли. Я их быстренько переловил. А сорок, и сам ел зайчатину. Или собак кормил. Вот так я спасался. Самый первый раз я спас. Знаете, деревня была настолько глухая. Я расскажу подробно, потому что вдруг пригодится. Вот. Что зайцы пробили тропу вдоль всей длинной, несколько километров, длинной деревни. И вот прям, а я садовод, ой садовод, я же охотник, я же знаю всё. Вот. И повадились ко мне. Они у меня сажали первые же эти самые посадки. Ой, если их вижу, их самое легко было садить. И садится было на рынке моря. Я их первые посадил. Они у меня их сажали. Вот. Но я обиделся. И эту же зиму я поставил на них петли. Все четыре петли сработали. А худая, худая ограда. Сделайте, мой совет, нормальную ограду, как же дальше попадут? Они слетать не умеют. Сделайте ограду. Ну, допустим, у вас, как у меня, жидкая ограда, и делать её некогда. Тогда по первому снегу, а сейчас впереди же только первого снега по России, вот. Сами это, ну, желательно, конечно, иметь нехромовую проволоку, нехром. Она настолько пластичная, что зайца ловит, скажем, с вероятностью 100 из 100. 10 из 10, 5 из 5. Вот. Можно взамен придумать что-нибудь другое. Ну, может быть, достаточно гибкую электрокабель. Тоже можно сделать. Вот. Затянется на шее. Негуманный способ. Ну, вам выбирать придётся. Или зайца, или сад. Вот. А что значит, ничего не делать, это остаться без сада. Вот. Что есть, то есть. Вот. А, я ещё про машину не сказал. Водой сад мыши любят. Не каждый год. Для них главный критерий – это размножение, когда очень глубокий снег. Тогда они спасены от коршуна, от лис, вот. От прочей живности. Они чувствуют себя вольготно. Они под этим, под снегом, жрут ваши косточки абрикосов запросто. Прямо не высылываясь наружу. Вот. Значит, способы спасения – обтаптывание вокруг, а не бояться открытых пространств. Обтаптывание вокруг. Ну, отступили, допустим, осадимся на метр-полтора. Обтаптали. И этот момент, значит, я смотрел, как… Я вообще коротко, я смотрел, как в саду Крутовского, просто, чтобы спастись и от мышей, и от весенних, весенних оттепелей, садницы закидывали снегом, то есть, где-то от полутора метров кидали прямо в округе полтора метра, делали дорожку, а снег закидывали прямо на садженицы. Вот. Чтобы они попозже проснулись. Но, правда, тогда они сделали страшную вещь. Они на всякий случай закидали абрикосы. Они не знали, что абрикосы быстрее сопринят. Мне приходилось меня к гостю, который должен вести себя очень скромно, и учиться у них. Мне приходилось их еще и говорить, ну, что вы делаете, вы же забудете абрикосы. То есть, спасая от мышей, у вас гнирует абрикосы. Вот так закидывали, прямо на абрикосы, снег, спасая от мышей, делая вокруг открытой прострации. Вот этот момент. Самое надежное, это пластиковые бутылки, голос их расширили. В каждой пашменьку отравлены зерна. Зерно продается саммите инстанции. Если у вас совершенно там потратили 2000 или 1000 рублей, то будьте саженны, значит, вы же саженцы можете эту бутылку, пока немного снега или его еще нет, так положить. Но так, чтобы мышь была, удобно было попасть в бутылку за лестницу. А то если просто положить бутылку, а у нее лестницы нет, имейте в виду, чтобы залезть. Вот этот момент, значит, тогда стоят овчинковые бутылки. Или еще бывает как, сад садится на месте, на цирину, а там практически мышиных нор нету. Ну, это, допустим, бывшее картофельное поле. Вот, сразу раз из него сделали сад. Но по периметру обязательно раскладываются бутылки, потому что тут же рядом обязательно будет серик, где мышей на каждом квадатометре. Вот, коротко я сказал. Так, Александр, грибы понятие широкое, а одни едят. Ай, мертвые девочки, другие живут только на живом дереве. Чага растет, питается, пока дерево живо, и умирает вместе с ним. Но все же паразитирует. Вот. Ну, чага – это особый случай. Вот. Почему? Потому что я когда-то пытался, думаю, ну, в саду и нету. У меня было желание расширить ваше познание. То есть взять литературные данные, рассказать о ее происхождении, о том, почему именно она березе и так далее. Вот. Ну, потом решил. Но раз саду сяди нет, пусть она, это самое, пусть себе ез березы, нам это не мешает. А в саду я ни одного патогенного гриба не обнаружил. Вот. Иначе бы у меня не было сада. Так, второй вопрос, Александр. А хотя вы правильно, вы молодец, вы, 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 это, вы все правильно сказали. Элена от мышей зола, кошка от травы. Ой, я про котов забываю сказать. Вот. Ко мне кот. Каждый раз я приезжаю, смотрю, мышь. Каждый раз смотрю мышь, каждый раз смотрю мышь. Вот. Я, как поначалу, его мои, отказывались кормить чужой. Нечего тут святься. Вот. Стоило бы принести первую же мышь, я понял, это работяга. Так, от зайца сетка металлическая. Ой, наверное, какое дерево. Ну вот, сейчас я вам покажу его. Хотите? А, опять искать надо. Я вам покажу дерево, которое трудно укрыть. А зайцев жрет, но его уже не укрыть. Ладно, прямо сходу не нашел, тогда извините. Память уже не та. Ладно, возвращаем все на вебинар. Так. Значит, зола, кошка, отрава. От зайца сетка, пластиковая наколчка, круг сплала. Так. От ожога в основном вниз дерево страдает отражением солнца. Весенних лучей от снега. Перегрев и ожог коры от резкой смены температуры. Даже с северной стороны побел, конечно, дерево без азотизма. Поздно, осенью, известка и слегка. Ну, известка и слегка. Я делал, помните, я рассказывал, я с ним согласен, с Александром. Один год я делал. Мне она не помогла. Мне она не помешала. Вот. Если слегка, тогда, может, она не сработает. Но если осенью, то впереди зима. За зиму она исчезает практически бесследно. Мне бывает, присылают фотографии ее, а деревья плохо себя чувствуют. Я смотрю, вроде бы, штамп довольно светлый. И непонятно, то ли он побелен, то ли он покрашен, то ли он такой от природы. Вот. Елена, здравствуйте, Московская область. Плюс 10 дождей. Ё-моё. Ну, для Москвы это нормально. Галь, мы не дошли, знаете, до чего? Вот этот дождь, да? Вот. Ой, нет, все. Не отвлекаюсь. Вот можно растить персик горизонтально, чтобы легче было укрыть. В зиму. Видела такие рекомендации в интернете. Спасибо. Можно, только так, чтобы он не гнил, но прямо на земле. Александру. Торекосились против побелки. Кошки нет. Не слышала, чтобы от мышей помогала зола. Вот. Не знаю, если золой посыпать вокруг. Сажен, что, может, с правдой не доберутся. Если это так, это подойдет. Но это не мой опыт. Данила. Привет всем. Абакан, минус три. У нас тепло вернулось. Валерий Кусинич, на какой год чаще всего может плодоносить абрикос? У меня ваши абрикосы двухгодичные, бай и королевские. Если мои знакомые ждут такого чуда, я тоже. Так, гражданка Тимофея, вы где живете? Вот. Если он не попадет под весенние заморожки, если он... Абакан и королевские, значит, прибитые. Да, уже пора плодоносит. Скорее всего, в следующем году для них будет это. Если не убьют, то все они заморожут. Тогда в следующий год для них решаюсь. Так. Так, так, так. Нет, Тяга хоть живет на живом дереве, но на отмершем участке. Дело в том, что почему я так не сказал, что на отмершем участке? Потому что я видел Тягу тысячу раз. Но я не обратил ни внимания, знаешь что, гриб. А дальше что? Вот. Вот на отмершем участке. Вот. А Александр удерживается на живом. Раз с саду отношений не имеет, я этот момент пропущу. Вот. Хотя склоняюсь, что, скорее всего, там тоже отмирает что-то. Видел... Александр видел персик, посажив пластиковую трубу. Тройник большого диаметра, корни из нее выросли, персик большой. А осенью ту трубу тройника раз капывает и поворачивает вместе со столом к земле. А весной поднимает ее обратно. Корень не ломается, сгиба. Так как сгиба не только поворот по своей оси. Процедура быстрая. Сам не пробовал. Арсен неправда, только на живом и питается соками. Ну, ребята, отличенный спор. В саду отношений не имеют. А то, что прав Арсен или прав, Александр, ничего не изменится в саду. Подчеркиваю, в саду грибы неприкосновенные. Точка. Вот. Но прочитать я обязан. Итак. Чага на живом, питается соками. Я ее собирал, откалывал от живой древесины. С разных живых сестей ствола. Она насыщается веществами живой березы, является поэтому лекарством. Смертвых деревьев. И ей человек при памяти брать ее не будет. Она на них и не растет, только трухлявая. Погибшая вместе с деревом уже может оставаться. Арсен, значит, я чего-то не знаю, поверю, проверю. Ну, правильно, Арсен, вы молодец. Вы не стали бы это сразу отрицать. Александр, не за что. Она спорами проникает. А о чем спорить, если все так, как вы говорите? Это что тут Алиса вылезла? Если вы про меня, то я не выскочила. Я пришла, потому что меня позвали. Я и вас не звал. Господи, откуда она взялась? Вижу, что вы сильно переживали. Как мне загладить свою вину? Просто помолчать, пока я лекцию читаю. Пора с вами познакомиться. Ни разу в жизни не общался. А давайте тогда начнем. Меня зовут Алиса. А вас... Алиса, Алиса, пожалуйста. Я не знаю, как вас выключить. Вы влип. Или просто помолчать.